Дорогие братья и сестры, невозможно себе представить христианина без милосердного сердца, без дел любви и милосердия. Сколько раз в Евангелии Господь наш Иисус Христос говорил о милосердии. «Будьте милосердны, как Отец ваш Небесный милосердие», говорил «Блажены милостивые, для какие помилованы будут» и еще много раз. Итак, братья и сестры, дела любви и милосердия должны быть на первом месте в жизни христианина. Но вот какие эти дела милосердия? Многие думают, что это только кого-то накормить голодного, помочь кому-то материально, подать деньги нищему. Но, братья и сестры, давайте с вами сегодня рассмотрим, какие еще могут быть дела милосердия. Итак, их можно разделить на две части. Это дела телесные, материальные и духовные дела, нематериальные. К материальным делам милосердия относятся, как я уже сказал, кому-то помочь материально, деньгами. Накормить, напоить, одеть, обуть. Кому-то помочь с лекарствами. Еще братья и сестры относятся сюда дела милосердия, таковы, как помочь человеку, который больной, поухаживать за ним. Одинокий, старый, больной человек. Перейти хотя бы раз в неделю к нему домой, помочь сделать уборку в доме, приготовить кушать, что-то купить и так дальше. Как-то заботиться хотя бы раз в неделю о таком человеке, который нуждается. А кто более нуждается, кто более лежачий и чаще можно посещать. И так забота о больных людях. Посещать больных. Далее, братья и сестры, признаюсь, у меня пятеро детей, и довольно трудно самому вместе с женой с ними справляться. И я очень благодарен Богу, что Он нам послал одну очень хорошую верующую прихожанку, бабушку, которая помогает и в школу отвезти, со школы привезти, музыкальную школу и так далее. И так, очень нужна вот такая помощь многодетным семьям. Если у вас есть желание помочь, пожалуйста, можете познакомиться с многодетной семьей и предложить им бесплатные услуги, бесплатную помощь. Вот так вот в школу привезти, отвезти где-то музыкальную, когда побыть с ребенком, когда погулять с детками на улице. Нужна такая очень важная помощь для многодетных семей. Еще, братья и сестры, можно к делам Милосердия отнести и посещение тюрем. Братья и сестры, но посещение больниц, проповедь Евангелия, пойти в больницу, зайти в палату, рассказать о Христе, какой сегодня праздник, какую-то, может быть, листовочку, брошюрку, рассказать об Исподи Причастини. Это также дела Милосердия – посещать больных и проповедникам Христа, поддержать их морально, что Господь их любит, что они не одиноки, что Бог есть, и о них не забыл. Знаете, как трудно в больницах людям, которые уже долго лежат или часто болеют, как они ропщут на Бога, как они думают, что Бог о них забыл, их не любит, что Бог на них сильно гневается, и они не спасутся, им нужна поддержка, слова утешения. И вот здесь вот это дело будет очень важным – посещение больных. Братья и сестры, еще важные дела Милосердия духовные. Если нет времени на все это, или нет сил, или нет материальных возможностей так помогать, есть дела Милосердия, которые может каждый, и даже обязан, наверное, каждый делать – это молитва. Помочь молитвой. Как это? Например, можно взять Акафист Божией Матери – воспитание, и молиться за все детей сирок, за всех детей, которые растут в неблагополучных семьях. Или же Акафист Божией Матери – неупиваемая чаша, и молиться за всех алкозависимых, наркозависимых и так дальше. Акафист Божией Матери – взыскание погибших, и молиться за тех, которые в тюрмах и так дальше. Можно Акафисты читать за людей, которые больны, которые немощны, которые бедны, которые голодны. Молиться за них каждый день. Один день читаем один Акафист, другой день другой Акафист. И так чередуем, меняем. Или же взять себе за правила, читать только за этих людей. Кому-то, например, очень близкая проблема и больна – это люди неверующие, атеисты, либо же те, которые отступили от церкви. И он может на себя взять подвиг, молиться за них, чтобы они познали Бога, полюбили Бога и обратились с покаянием. И он берет на себя подвиг читать или Акафисты Божией Матери, или какому-то любимому своему святому, Серафиму Саровскому, Сергею Радоневскому, Господу Иисусу Христу Слычайшему, Николаю Четворцу, как он уже сам решает или же чередует. И вот у него главный подвиг – он молится за них. Братья и сестры, вот таким образом молитв земных поклонов и так дальше за людей, за весь мир, за нуждающихся – это великое дело Милосердия. Преподобный Иппоисий Святогорец в своем четвертом книге о молитве рассказывал, что он так несколько часов молится. Только он не Акафирский читал, а он читал Псалтырь. Псалтырь у него была поделена, каждый Псалом, в определенных нуждах, за определенных людей. Напомню, что в греческой церкви нет разнообразия Акафиста, как у нас он есть. У него только один единственный Акафист – это Благовещение Божией Матери, сбранные воеводы победительные. И поэтому Паисий Святогорец читал Псалтырь. Ну, я думаю, еще и потому, что его так научил его духовный наставник, преподобный Арсений Кападокинский, который также читал Псалтырь за людей, которые в беде, в скорби нужно. И этим он оставил ему пример, преподобному Паисию, дел любви именно Сергия, молитв в чтении Псалтыря. Каждый из нас также может хотя бы в день по нескольку Псалмов читать, хотя бы по одной Кафизме и поминать на первой славе за одних, за детей, за сирот, за обездоленных, на второй славе за алкобольных, за наркоманов, за тех, кто в тюрьме, на третьей славе, например, за тех, за упокой, за которых некого помолиться, братья и сестры, хотя бы так. Но это уже дела милосердия и любви. Еще можно добавлять и земные поклоны, и пост сюда можно присоединить. И все это также милосердие и любовь. Братья и сестры, еще одно очень важно. Мне рассказали такую историю. Одна женщина, это была в 90-е годы, была с маленьким ребенком и никак не могла найти себе работу. Ее никуда не брали, потому что она была цыганка. Ей предлагали ее родственники, цыгане, зарабатывать торговлей наркотиками. Но она не хотела так грешить. У нее в душе был страх Божий. И вот она пришла уже даже в такое очень тяжелое состояние, очень тяжелое положение. Начала молиться, Боже, помоги мне, яви мне Твою милость. И вот интересно, что один человек, христианин, молился также, Боже, открой мне, какому человеку нужна сейчас помощь? Кому ты меня пошлешь? И ему рассказали, вот так получилось, что ему рассказали, что есть вот такая женщина, которая сейчас очень трудна. Этот человек купил продукты, пошел ее проведал, приветствовал, рассказал, ох, Иисусе Христе, о том, что Бог ее любит. И она с большой радостью приняла эту благую весть, со слезами на глазах уверовала и пошла в церковь, начала молиться. Этот человек еще помог ей и устроиться на работу и так дальше. Вот этим также, братья и сестры, нам показывается пример, что нужно молиться всегда, когда делаем дела любви и милосердия. Потому что, братья и сестры, святые отцы учат нас, что иногда делами милосердия можно и наградить человеку. Такая древняя книга, как Дидахе, говорит нам, пускай милостыня твоя запотеет в руке твоей, пока ты не узнаешь, кому ты и на что ты даешь. Расскажу пример из собственной жизни, практики. Однажды подходит ко мне женщина и говорит, дай на хлеб. Я достаю из сумки буханку хлеба, даю ей, она берет его, выбрасывает и говорит, я просила на хлеб, а не хлеб. Разворачивается и уходит. И так, братья и сестры, есть люди, которым не нужны ни хлеб, ничего. Они просто таким образом, прапрошайничеством зарабатывают деньги. У них такая работа, профессия. Поэтому лучше всего никогда не помогать деньгами, а спросить, на что тебе нужны деньги. И говорит, хочу покушать, пойти с ним и купить ему еды. Или же самому принести, помочь, раздать. Можно брать и сестры еще. Такое дело милосердия. Дома готовить суп или борщ, познакомиться с какими-то бомжами, бездомными, которые собирают по помойкам себе еду, одежду, их кормить, подкармливать. Братья и сестры, если мы будем молиться, Боже, помоги, открой, как я могу себя проявить в делах милосердия, Господь открой и подскажет. Только мы бы искренне молились и просили, и Господь научит и наставит. Братья и сестры, будем желать этих дел милосердия. Будем просить у Бога, чтобы Он нам подсказал, куда нам идти, где себя проявить, как Бога прославить, чем мы можем помочь и исполнить заповедь любви и милосердия. И поможет нам в этом Господь Бог. Аминь.